В прошлый раз мы слышали, как Кришна танцевал на головах в змея Калия позже. Кришна разрешил Калии поселиться на Фидже. Говорится, что Кришна, твои стопы настолько нежные, что даже гопи боятся положить себе на грудь, чтобы им поранить стопы Кришны. Те же... ты идешь из одного леса в другом тем же желтозными стопами. Я хочу украсить свое тело. И он наносит Чандан на тело так вот же. У него одно Калстопха Мани не дал. Это Калия. Калия Нак, видимо, говорит. Вот он подарил тогда Кришне Калстопха Мани, камень Калстопха. В Бхагаватах говорится, что отличительная особенность Господа, что у него есть камень Калстопха. Есть разные типы камней. В Аджианте, Саманта, Калстопха Мани. Но Господь, это отличительная черта, что он носит Калстопха Мани. На Вайкунхе у всех есть какой-то камень. Все в четырех рукой форме. Но Калстопхе у Кришны, когда Кришна родился, у него не было этого камня. Почему? Потому что, если бы у него был этот камень, то проживатель бы сразу, ну как бы, стали бы к нему относиться, как к Кришне, понимаешь, не Верховный Господь. И он бы не смог тогда являть свои сладостные игры. Мать бы не ругала, а мать бы, если бы она считала Верховным Господом, как бы она смогла ругать его. Или друзья, которые боролись с Кришной, этого тоже бы не было. Таким образом, так было сделано, что этот камень был у Калия, у Смеи Калия, и затем он подарил его Кришне. И Калия не знал, что это Калстопха Мани. Думал, это просто какой-то особый камень, который по ценам, и подарил его Кришне. И он тогда сказал, «Господь, пожалуйста, позволь мне как-то прислужить Тебе», сказал Смея Калия. И Калия, и тогда Кришна Даламдва разрешил посидеться в подмистах Парамана Двиджи. И второе, это на Галоку Вриндавана. И когда Кришна хочет явиться и лилы в воде, то Он зовет Калия, и джал-джал-бхар совершает игры в воде. Насколько удачный змея Калия. И так вот же был украшен очень красиво. И тогда Калия позвал другого змея, и Кришна, стоя на нем, добрался до берега. То есть Он его, Ивраджаваси, Витя Кришну, что тело невредим, очень обрадовались. Все гопи, старшие гопи, они подбегали к Кришне, целовали, обнимали Его. Как Он только спасил из объятий Калия. Обычно там, где живут демоны, люди туда не могут попасть. Все девушки, они бедствовали Кришну, целовали Его. Как же Он спасил из его Калия. И нам, да и другие копы тогда тоже не стали ждать своего челюсти. Они просто вошли по толпу у женщин, тоже стали обнимать Кришну. Несмотря на то, что гопи очень сильно любят Кришну, в гопи самая сильная любовь к Кришне. Но они не могли подойти к Кришне. И свои сердца они обнимали Кришну. Видя настроение в Раджакопи, Кришна понял. Ну, Кришна заметил это настроение. Абаладев стоял и смотрел на это все и улыбался. Почему Он улыбался? Он Анатадев. Он знал изначально, что Калия ничего не может Кришне сделать. Потому что Кришна Верховный Господь, поэтому Калия ничего не может сделать. И Баладев это тот, кто остановил всех, чтобы они не просили спасать Кришну. И потравленную воду не просили спасать Кришну. И Баладев Прабу тоже очень был рад видеть Кришну. И уже вечер приближался. И когда они проживали, решили заночевать там, на берегу Емуны. Потому что дом был далеко. Этот дом был далеко и они решили остаться на ночь. Они немножко отошли от озера Калия, от Калия Харида. Потому что все же вода была отравлена и они не могли оставаться вблизи озера. Поэтому они отошли и там расположились на ночь. Канца знал, что Кришна не помнит Господь, что Он должен убить Его. И Кришна убивает всех. Шакатасуру тренала от Капу Тану. И когда выживаси спали, Демоны тогда не узнали, что в разживательстве собрались. Они как же это место подожгли. Это особенно, там нестатно были заросли. Забуха трава называется. В общем, большая трава. И если она загорается, то ветер очень быстро разносит огонь. И они не знали, что Калия Кришна вправил на Рамана Дриха. И когда Кришна сделал так, что вода в этом возрасте стала нормальной. И есть место, как уже Джатгаон называется. Когда Кришна переселялся, то он думал, «О, вот мне надо теперь уезжать из Бхамы, из Бхамы». И пока он не добирался до Рамана Дриха. Он остановился в одном месте. Четгаон называется. И он повернулся посмотреть назад. И там вот сейчас установлено божество змея, которая оборачивается и смотрит. То есть это как бы память о Либлии, когда Калия с разлукой покидает в Раджа. И сейчас Рамана Дриха, куда Калия был переселён Кришна. Это современная Фиджа. Тут, как говорит, я был. Там очень красивое место. Туристов очень много. Там несколько островов. И там сахарный тростник огромный, толстый. И земля очень плодородная, не нужно удобрения. Поэтому все фрукты, овощи очень вкусные там. Говорит, потом, вода очень вкусная. И как блюдо получается вкусное. Блажаны, картошка. Вода кристально чистая. Вода и в сентябре столько много воды, И по всем миру продает воду свитчи. Вода и в район, в 40 тысячи. Вода и в другой стране. Вода и в здесь. Это очень большой. Большая, она в Апурбас. Жиссия на дно. Ты же, ты же. Я уже не хочу. Но, зачастую, как-то дешевое. Но, выкроить пассуру. Пассуру. Кто хочет поехать на Хиджи? Огромные корабли приезжают. Местные, где люди поклоняются Калии, тоже там божество из Каны сделано. Восьми Калии поклоняются. И говорится, что это гараны, которые основаны божество. Гарары как бы вылечиваются. И там очень много индусов живет, идицев. Раньше очень много хиндух и идицев из Бихара переехали на хирш. Поэтому там еще большая комьюнити индусов. Это место называется Раманидвиб на самом деле. Но некоторые выживатели не спали, а они боялись, что Калия вернется, чтобы отомстить. И когда они увидели, что пожар начался, они приближали к Кришне и стали молить Его, чтобы его спасать. Он говорил, что Кришне в тот момент было порядка шести лет. Почему же в Ржавасе пришли просить за спасение к Кришне? Они старше, много старше Кришне. Почему же они пришли сказать поближе к Кришне? Ответ в том, что когда Гарда Ачарья давал имя Кришне, он связал Нарайя на Самогуне. С некоторым качеством Нарайя, Нарайя будет проявляться в Кришне. Обычное значение – это то, что Ваш сын будет принять качество Нарайя. Когда какие-то проблемы будут во Врадже, то Ваш сын будет спасать Вас. Кришне три раза упивала Акхана Враджа. Кришне три раза упивала Акхана Враджа. Поэтому Ржавасе прибежали принимать прибежище к Кришне и просить за спасение. Они думали, как качество Нарайя появляется у Кришне, то давайте попросим, чтобы Он помог. «Акхана Враджа». Кто такой Агни? Агни-дех. Когда Владимир говорит, он говорит, что без желания Господа еще не может произойти все, происходит только по его желанию. Индра дает дождь, потому что Кришна его хочет, ветер дождь, потому что Кришна хочет, способность обжигать огня тоже, потому что Кришна этого хочет. Все, что в этом мире существует и происходит, это все по желанию Кришны происходит. Поэтому Кришна выстоял руки, и Огонь сам прыгнул в руки, и Кришна выпил весь Огонь. Кришна говорит, что Кришна ест масло, его рот очень мягкий, как же он выпил Огонь. С точки зрения Таттвы Кришна не пил Огонь. Это ее Гамай устроило, она как бы поглотила этот Огонь. Потому что Кришна в Шемяхе не может пить Огонь. Поэтому я думаю, та, которая забрала весь Огонь. В материальном мире, в этом мире мы тоже видим, что женщина помогает мужу. Но вся слава придет и к мужу. Так же, здесь Угамая подошел Огонь, но все подумали, что это сделал Кришна. И с утра все отправились обратно по домам. Калия храд – это как наше сердце. Раньше изначально вода в этом озере была, в этой заводе была чистая, но калий испортил ее, отравил. Потом, когда Кришна пришел, то готово дочистить. Поэтому наше сердце тоже, оно приполнится анардхами. Поэтому этот момент должен быть очищен, и Кришна будет дочистить его. И вот змея символизирует анардхи, жарный зависть, рождение, бессумие. И как эти анардхи, как эти змеи уходят. Когда калий ушел из калия храды, когда Кришна коснулся своими стопами калия, то калий ушел из калия храды. Таким образом, если Кришна придет к нам в сердце, все наши анардхи вывиты сердца. Поэтому когда-нибудь, когда Кришна придет нам в сердце, и в аппарат анардхи, в сердце также, как Кришна танцевал на головах храды и калия, также Кришна будет танцевать в нашем сердце, и мы учтем огромное счастье, мы должны молиться Кришне. Поэтому, если он так вот говорит, то миришекеши, это значит, чувства. Хозяин чувств. Вот так вот же. Тебя зовут Ришекеш. Ты хозяин чувств. Пожалуйста, милость его. Пожалуйста, души этот огонь анардхи в сердце, чтобы мы могли эти чувства посвятить служению Кришне. А сейчас, потому что наши чувства, они заняты служением Майя. Таким образом, когда Кур молится Кришне, мы тоже должны молиться Кришне таким образом, чтобы он чувствовал наше сердце и сделал так, чтобы взял вместо своих игр. Субтитры перевалaldo Кришне характер. Бывал, делать блин кação, нередонительно обязательно Субтитры перевал躯. Продолжение следует. Субтитры перевал Mikar М Accessifところ мает koyный медиа кинсть и не приемлема классические Субтитры перевал, как